Проблему опустынивания земель обсудили в Ногайском районе. В муниципалитет с рабочим визитом приехала делегация профильных специалистов во главе с заместителем председателя правительства Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Вице-премьер сразу обозначил несколько проблем, в частности говорил о состоянии кизлярских пастбищ и черных земель, которые в том числе по вине недобросовестных сельхозпредпринимателей находятся в очень плохом состоянии. Вы знаете, какая ситуация с пленками в Ногайском районе. В вашей работе правительство не доволен. Вы не позволяете этим людям издеваться над землей. Вы первые наши помощники. Возьмите расписку, возьмите главу района, начальника районного хозяйства управления, начальника комитета земельного. Идите к этому арендатору. Возьмите у этого арендатора расписку на полтора гектара, где он там в часе, и после этого приемка он такого количества уберет и сдаст на то, что делали. Еще одна проблема – борьба с саранчевыми. На наличие вредителя обследовано 205 тысяч гектаров сельхозугодия. Об этом сообщил за министрами сельхозпродаж Шарип Шарипов. По его словам, сегодня зараженная площадь составляет около 75 тысяч гектаров. В основном на территориях Ногайского, Кизлярского, Тарумовского, Вабаюртовского и Хасаюртовского районов и на отгонных землях более 20 горных и предгорных районов республики. Для предотвращения распространения вредителей в бюджете на текущий год предусмотрены более 20 миллионов рублей. Самая большая площадь нам предстоит обработать Ногайского района. Это около 30 тысяч. Из них сельсоветы Ольгой Совета Охмедовича почти 9 тысяч гектаров. Сегодня, по имеющейся информации, у нас ядов в районе имеется 3% от потребов. Это красный сигнал. Это тревога.